Летние каникулы школьники всегда ждут с особым нетерпением. Учебный год позади, можно больше времени уделять любимым внешкольным увлечениям, занятиям спортом, танцем, музыкой. О том, как проводят летние каникулы школьники из Наринмара, расскажет Елизавета Кабанова. С началом лета в Наринмаре открылось множество детских игровых, спортивных и образовательных площадок. Они работают на базе городских школ и учреждений дополнительного образования, таких как школа Олимпийского резерва «Труд». В первый месяц лета 49 юных спортсменов каждый день с самого утра проводят дни в тренировках, оттачивая свое мастерство. Программа составлялась исходя из программ дополнительного образования, плюс основная часть занятия спортом, у детей идут тренировки, плюс организация досуга активного, это уже после обеда, бассейн, кинотеатр и различные другие. В труде ребята занимаются сразу по четырем спортивным направлениям – хоккей, тэквондо, фигурное катание и черлидинг. В 8.20 – построение. Далее по расписанию – тренировки. Юные черлидерши рассказали нам, чем они занимаются в летнем лагере. В летнем лагере мне очень нравится то, что тут нужно найти общий интерес, поиграть со своей компанией, подразумеваться с кем-то новым. Здесь очень развлекательно, мы все время либо тянемся, либо играем во что-то, всякие игры. Тут можно попрыгать на матах, сделать сайт, потренировать на лячках, позаниматься. Еще мы ездим в бассейн, там на каток ходим. В четверг мы должны пойти в кино, и там еще запланировали нас ботуть. В 9.40 начинается тренировка у хоккеистов. Ребята оттачивают свои навыки и улучшают технику. Спортивный режим, школьные каникулы никто не отменял. Мы приходим, идем завтракать, потом на тренировку, и потом мы идем либо в зал, либо на улицу занимаемся, а потом идем на обед. У тэквондистов тренировки проходят в спортивном зале школы на факеле. Но их день начинается так же, как и у всех воспитанников школы Олимпийского резерва. Расписание было составлено так, чтобы совместить спортивную подготовку и досуговый отдых. Мы практикуем все, что мы узнали за этот год, отрабатываем базовую технику. И иногда еще в том большом зале мы проводим эстафеты, игра в футбол и снайпер. Мы занимаемся на улице, чтобы быть семьями. Есть еще и свои ходители. Мы в тэквондо ходим на плавание. Вчера ходили в 33-х львов, кушали там мороженое, играли на игровых автоматах. Как с нами поделился Андрей Ордеев, тренер по тэквондо, летний лагерь – отличное место, где дети не только улучшают свою спортивную подготовку, но и узнают что-то новое. В программе у ребят есть, например, экскурсия в пожарную часть, просмотр мультфильмов и документальных картин. Летний лагерь, он полезен тем, что у нас дети просто так на улице, как бы сами по себе. Некоторые бывают, что предоставлены сами себе. А здесь дети у нас с утра приходят, проводим зарядку, питание двухразовое, бесплатное. Во второй школе завтракают дети, обедают. И лагерь до 15 часов проходит, и дети, как бы они все под контролем. Многие родители работают в это время, и дети, чтобы не были, как говорится, одни, там, на улице или где-то, они здесь занимаются. У фигуристок и черлидерш чаще всего пересекаются занятия. Иногда девочки вместе занимаются растяжкой, а временами на льду оказываются и те, и другие. Под ритмом музыки одна часть девушек отрабатывает элементы из фигурного катания. А черлидерши улучшают свои умения в катании на коньках. Но распорядок одинаков для всех. Мы собираемся и идем на завтрак. После завтрака мы идем в зал, потом идем на лед, потом у нас обед, потом у нас игры. Помимо бюджетных учреждений, на базе которых организованы летние лагеря для школьников, досугом ребят занимаются и частные организации дополнительного образования. С 7 июня на базе Центра развития и досуга «Элит» заработал танцевальный лагерь. Летние сборы в «Элит» – это не только оттачивание танцевальных навыков для тех, кто уже профессионально занимается танцами, но и знакомство с миром танца для новичков. Программа пребывания в лагере – самая разнообразная. На протяжении всего лета мы обучаем детей разным видом направления танца, гимнастика, воздушную на пилонах, в скором времени кольца появятся. Также обучаем вокалу, актерскому мастерству. Каждый день у нас вожатые придумывают интерактивную развлекательную программу. То есть каждый день он чему-то посвящен. Возможно, это бывает связано что-то с кулинарией, может быть, связано с декоративно-прикладным искусством. То есть каждый день у них что-то новое, что-то меняется, ничего не повторяется. Летние танцевальные сборы в «Элит» проходят уже в шестой раз. Невиль и Милена Рожины, например, участвовали в них еще в прошлом году. Как нам признались ребята, было весело и интересно. Поэтому в 2021-м они снова решили присоединиться к танцевальному лагерю. Занимаемся пилонами, танцуем, играем в различные игры. Зумба, хип-хоп, афродэнс, дэнс-холл. Потом развлекательные часа у нас есть. Еще гуляем иногда, но мы еще не гуляли. Мы в конце гуляем, когда все заканчивается. Приятное с полезным. Старшие воспитанники Владлены участвуют в программе летнего трудоустройства подростков. В летнем лагере они помощники хореографа. 14-летние девчонки занимаются танцами уже немало лет, поэтому могут поделиться своими навыками с начинающими. Как Александра Гусарова, победитель городского батла по уличным танцам 2021 года. Могу сказать, что мне нравятся вакинг и афро, и как раз вот здесь в лагере я преподаю афро. Достаточно мне нравятся танц-холл и хип-хоп. Я здесь преподаю танц-холл. В Ненецком округе в летнее время подростки могут не только трудоустроиться, но и провести часть своих каникул с пользой, будь то оттачивание танцевальных или спортивных навыков. Елизавета Кабанова, Катрина Тайбарей, Леонид Шишелов, Вадим Стасюк, Телеканал Север.